девочки всем привет сегодня я хочу снять такое видео немножко пофантазировать я тут подводила какие-то косметические итоги 22 года для себя и просто я вспомнила попыталась вспомнить как я красилась до того как у меня случилось помешательство на косметике до того как я перестали начала ее коллекционировать и я решила снять для вас такое видео как моя косметичка если бы я была минимальна вот такую косметичку свою которая сейчас свободная решила ее заполнить и заполнить так чтобы в нее влезло все все что мне нужно так давайте поставим ее сюда и хочу хочу начать я с такого поэтапного собирание косметички как начать с того без каких продуктов у меня бы в косметичке точно не обошлось я решила выделить два продукта без которых я вообще не могу представить себе чтобы выйти куда-то но не просто на улицу там мусор выбросить а поехать на встречу с подругой или пойти на работу ну то есть какие-то такие общественные места где нужно выглядеть здоровым человеком и для себя я поняла что без вот этих двух продуктов выйти я бы не смогла то есть не факт что это были бы именно продукты данных производителей но это точно был бы бальзам для губ и консилер это для меня два обязательных продукта потому что губы у меня сохнут и я люблю вид именно увлажненных губ и консилер мне необходим для коррекции синяков под глазами и каких-то локальных воспалений вот этими двумя продуктами я бы могла обойтись совершенно точно эти два продукта складываем дальше я попыталась вспомнить о как я красилась на работу до того как начала коллекционировать косметику и я пришла к к такому набору помимо бальзама потом я наносила обязательно биби крем я взяла нот потому что он ну небольшой по размеру но в принципе мне не принципиален сам продукт я думаю что я бы постоянно их меняла но вот тип продукта скорее всего это был бы биби крем потому что обычно биби крема лежат таким более естественным финишем они не превращают лицо в маску в них я думаю во всех есть спф да а это для меня критично и в принципе то есть у меня точно был бы биби крем затем в моей косметичке точно была бы пудра давайте пока оставим все продукты а потом их поместим в косметичку в моей косметичке точно была бы фиксирующая пудра но это была бы компактная пудра сто процентов потому что это был бы продукт который я бы брала с собой в какие-то общественные места и выходы и у меня единственная сейчас компактная пудра потому что но у меня нет в них необходимости это герлен и в принципе это мой вообще бессменный фаворит на долгие года я обожаю эту фу пудру формулу это парюр gold и и всегда это как типа как тональная основа идет эту пудру всегда можно и поднаслоить и уплотнить покрытия и загладить поры она несмотря на то что было выпущено много-много-много лет назад ее формула не устарела ее можно нанести кистью легко и спонжем поплотнее поэтому пудра здесь была бы точно далее продукты для лица румянами раньше я не пользовалась вообще поэтому румян я бы в свою косметичку не положила но положу с удовольствием свою любимую одну из любимых палеток для лица от tom ford это вот такая трешка с бронзером и двумя хайлайтерами это точно было бы у меня в косметичке потому что бронзером причем таком оттенком бронзера скульптором я пользовалась всегда ну и хайлайтер и также у меня были постоянно в ходу это тот чем я точно пользовалась вот так выглядят продукты из этой палетки им они меня полностью устраивают благодаря тому что цвета нейтральные далее провин у меня бы точно был только один продукт какая-нибудь помадка скорее всего какой-то такой конструкции в которой уже встроена кисточка потому что это быстро минималистично и не требует никаких дополнительных движений какую-то кисточку где-то отдельные хранить где-то на болтается нет скорее всего это было бы что-то вот такое далее для дневного макияжа на работу чтобы я использовала для макияжа глаз я бы точно обошлась всего двумя продуктами это черный карандаш между ресничку и черная тушь мне бы было этого абсолютно достаточно максимум я бы наносила хайлайтер в уголок глаза это был бы повседневный макияж больше мне бы ничего не требовалось далее помада единственная помада которыми я раньше пользовалась это нюдовые помады кремовую форму я заканчивала такую помаду примерно за два месяца и просто меняла их постоянно как перчатки мне не требовалось никакой дополнительный цвет на губы ничего такого давайте посвочим я выбрала себе вот эту вот помаду в кремовой формула от худы очень люблю ее эти кремовые помады это оттенок баттерка он хорошо и естественно сидит на губах ну вот и все это был бы мой макияж в офис не знаю наверное у большинства женщин которые не фанатеют по косметике могу ошибаться но примерно такой набор и лежит в косметичке единственное есть еще такой вариант праздничного или какого-то особого выхода и я вспомнила приблизительно свой макияж который я делала раньше в клубы в кафе на вечерние посиделки на корпоративы на какие-то ну на какую-то да там движуху на новый год в конце концов и я очень сильно удивилась потому что у меня никогда не было палеток теней у меня в принципе никогда не было теней поэтому что я делала обычно я использовала каял и это был каял сейчас как помню по моему от мэйбелин он был бесконечный я себе делала каялом растушеванные смоки зеленую таким болотным цветом и я помню что мне очень нравился эффект на глазах сейчас у меня есть такой каял от шоссейда и мне тоже также нравится оттенок но я думаю что сейчас уже исходя из своих предпочтений я бы добавила себе также тени и тени я взяла в жидкой формуле это вот такая штучка от марк джейкобс жидкие тени в оттенке 78 shiny deep и это вот такие вот крупные блестки они полупрозрачные золотые чудесно сверкают на глазах нанесенные тонким слоем очень классно переливаются и помады как ни странно сейчас я не пользуюсь практически красными помадами но раньше на какие-то выходы я постоянно пользовалась красным блеском у меня был обалденный красный блеск от пупа который смотрелся на лице очень носибельно я попыталась сейчас из своей коллекции подобрать что-то похожее по текстуре так достала вот такой вариант красной помады это маг из летней какой-то коллекции оттенок канду и это кремовая помада в красном цвете она полупрозрачно ложится и я хочу попробовать как она будет смотреться но не уверена что это будет тот эффект о котором я помню поэтому взяла себе еще два продукта для губ типа как вот на выход у меня были бы это вот такая вот красная помада в шикарном оттенке от кей веди это классический красный цвет вот так вот выглядит эта помада оттенок у нее underage red чувствую мне нужно очки надевать когда снимаю видео это правильный красный оттенок в отличной формуле очень хорошо ложится не требует карандаша и прекрасно носится на увлажненных губах классическая матовая красная помада и не всегда красная помада уместно если есть какие-то на на коже явные нюансы то есть если сильно я уставшая помню если шла на корпоратив прямо после рабочего дня или там какой-то брич в скотче да то красный цвет он как правило притягивает внимание к подобному и я еще взяла вот такой блеск мне точно помню что у меня был какой-то полупрозрачный блеск с блестками я выбрала вот этот это golden rose из моего недавнего приобретения тоже в золотом цвете и комбинации вот этих продуктов я просто делала свой макияж более насыщенным и вечерним прямо сидя на работе или прямо в такси я помню ехала на какой-то корпоратив туда было ехать 10 минут и я просто сделала макияж на корпоратив с использованием вот этих продуктов за 10 минут в темном такси используя там его фонарик в машине и выглядело это все круто великолепно немножко так типа гранжево ну как раз для вечеринки вот поэтому собственно вот это вот вся косметика которая по сути мне нужна просто для жизни если отбросить ее какую-то эстетическую составляющую сейчас я положу войдет ли она ну вот что я уже вижу что войдет эту косметичку вот собственно и все косметичка минималиста единственное что хотела бы добавить что у меня конечно были бы кисти и я думаю что это был бы просто какой-то дорожный набор у меня есть дорожный набор от beach косметик с прекрасного качества синтетические кисти им уже несколько лет по моему я с них и начинала когда вот у меня был примерно такой набор я просто взяла его и ему ничего не делается спустя года я регулярных использую в поездке или где-то ну если куда-то уезжаю там на целый день вот как раз пудра хайлайтер скульптор и там что-то для глаз растушевать жидкие тени карандаши и на всякий случай скульптором и бронзером углубить складку века вот и все вся косметичка которая мне нужна если представить что я была бы минималистом я решила в процессе пока вам записывала видео что я сделаю сегодня макияж этими продуктами и еще покажу вам его на видео скорее всего даже два варианта дневной и вечерний и вот какой первый дневной макияж у меня получился и в принципе мне все нравится единственное сейчас я бы уже сделала помаду чуть ярче нежели раньше и аналогично для вечернего образа вот такой он у меня получился раньше блестки я не использовала был исключительно карандаш но сейчас мне нравится и опять же я бы добавила на контур губ карандаш потемнее и это мой самый любимый образ я уже забыла когда последний раз использовала красную помаду и эта помада просто великолепно я ее обожаю